Денис Александрович, это интервью будет в рамках международного проекта «Казак характерник» и рассчитано оно на русскоязычную аудиторию, поэтому будет на русском языке. Мы знаем, что вы занимаетесь политехнологиями, изучением методов информационно-психологической войны, эзотерийских и оккультных практик. Итак, хотим поговорить об оккультном компоненте в сегодняшней войне между Россией и Украиной. Как известно, в фашистской Германии этим занимался институт ННРБ и Гитлера. А кто этим занимается у Путина? Ну, во-первых, у Путина занимается сам Путин. Он в это верит и разработки ведутся. Там есть много разных групп, начиная с руководителя администрации президента Антона Войно, который этим занимается, всякими группами экстрасенсов и в последнее время шаманами даже, которые даже делают ритуалы всевозможные. Они с Шайгу ездили в Сибирь, на Алтай, к этим шаманам. Они делают много разных ритуалов. То есть он вовлечен в это все дело. И там есть куча разработок. И он этому верит и какое-то время он этому уделяет. Окей. Русские военные везде ставят букву Z. Скажите, пожалуйста, откуда она взялась и что это значит? Ну, судя по тому, как это все идет, это все придумали политтехнологи, которые не очень хорошо изучили, например, опыт фашистской Германии, где были руны. И вот они решили сделать такую букву Z и ее как бы забрендировать. И сейчас получается, что вот эта буква Z, она на всех танках, на всех бронетранспортерах. Они там еще несколько букв сделали, но это как идентификатор они вот придумали для того, чтобы это обозначать. И получается, что эта буква Z, она не похожа, это не руна. То есть это просто реально буква. А почему Путин тогда взял именно латинскую букву, а не какую-нибудь кирилличную из русского алфавита? И почему последнюю букву? О, вот это очень важный вопрос. Ну, почему я определил, что это сделали политтехнологи, а не какие-то там люди, которые знают практики всевозможные, потому что оно раскручивается именно как бренд. И, например, в русском пространстве все, что западное и все, что иностранное, оно круче, чем то, что русское. Ну, например, вот вы называете фирму Яблоко. И, ну, это по одному звучит, а фирма Эппл совсем по-другому. И поэтому вот этот вот пиетет перед западным, он выражается в этой букве. Он же не взял, например, букву там R, там Ять или А какую-нибудь там кирилличную, а взял именно западную. И они даже это все не отщелкивают. Но они просто понимают, что по законам бренда это раскручивается, и они заставляют теперь людей это все везде писать, они везде рисуют, не понимая, что это и как это. А фашистское приветствие Зигхайль имеет связь с этой буквой Z или это руна? Приветствие. Ну, во-первых, я хочу вернуться назад по поводу этой буквы, что она последняя, я не ответил. Значит, то, что они взяли, эти политтехнологи, не понимая, что это последняя буква, она же и дает и судьбу последнюю. То есть, если бы они взяли какую-то букву хотя бы из середины алфавита, или там первые буквы, то она бы имела там более победное значение. А когда последняя, соответственно, это будет больше проигрыш. И если взять, вот вы говорите про руны, то это же не руна, это именно буква. Значит, есть такая руна, как Зигг, и она обозначает могущество, силу, победу, славу и так далее. Это в виде такой молнии у фашистов. Была эта молния, и она вот в той практике, она давала силы Гитлеру. Она как бы на этом базировалась у ННР бы целая, там, целая каста их, целая ордена. И они из этого делали, ну, как бы даже там Черное Солнце из многих вот этих вот Зигг, рун. А тут эта буква, и она похожа только на приветствие Зихаэль. Вот я просто нашел в разработках Ананерба, где вот этот сам шест, он, именно энергетическая его форма, она в виде буквы З. И все энергетические потоки, которые переходят в руку, они вот именно почини вот этой вот букве. И поэтому, ну, как бы это, ну, реально была большая глупость взять именно эту букву в себе, в символы. Ну, если он хотел хоть какую-то победу сделать в Украине, то вот это была глупость. Ну, это было необдуманно. Ну, а что, руны имеют такое сильное значение этой территории, и почему именно руны? Ну, во-первых, если изучать, то руны действительно очень сильный символ. Это чистые знаки, то есть есть, как бы, символика, которая там много сложного нарисована, оно работает меньше, чем чистые руны. И есть на разных территориях эти руны по-разному действуют. На нашей территории тоже это работает, но если ты знаешь, как это работает, ну, как бы, если ты знаешь вот эти руны, которые есть, и, в принципе, у нас многие знают, что такие существуют, там, гадают на них и так далее, но в реальности на этой территории руны меньше, например, работают, чем узелковое письмо. И если посмотреть историю, то тут волхвы до азбуки, до кирилищной, они имели узелковое письмо, и были узлы, и эти узлы были методом передачи информации и скручивания пространства. И вот если взять на, как бы, боевую символику, в принципе, флаги тогда еще в то время, они были вот именно с узловыми элементами. И это тут, на этой территории сильнее действует. А так просто скопировать с фашистской Германии систему рун, ну, которая там была, и ее потом втулить в войну в Украине, написать последнюю букву, вообще взять не руну, взять букву именно западную, как бы ее втулить на все танки, ну, это просто, я считаю, большая глупость. И поэтому у них, ну, тут успеха не будет даже с этой точки зрения. Тут просто, ну, нужно учить матчасть. Хорошо, вопрос от меня. В таком же случае получается, что русские считают себя, как фашисты высшей расы? Ну, я думаю, что и вот эти имперские амбиции, они точно у них есть, они точно хотят захватить там какие-то территории, и они считают, что Украина – это их территория. И просто, ну, нет, чтобы взять, например, какую-то символику сталинскую, ну, например, советскую, там же тоже было очень много символов, это была очень сильная система пропаганды. А так получается, что они взяли руны, они взяли символику, которая очень похожа с фашистской Германией, они взяли попытку, вот, ну, фашисты, для того, чтобы промотировать свой этот знак, он же еще энергетически включался, ну, сама свастика, и они устраивали такие на территории, они выстраивались в виде свастики, делали, ну, брали факела под музыку и ходили вот так по кругу с этой свастикой. И я думаю, что просто Путин этим захватился, и он заставляет сейчас детей, там, взрослых выстраиваться такой буквой «З» на территории, которую фотографируют с, там, с дронов, с высоких зданий. И вот, ну, просто вот эти картинки фашистской Германии, они вот, ну, почему-то у них так сильно в сознании, ну, при том, что они борются, у них же это же, самая главная победа, это Великое Отечественное войне, эти бессмертный полк, это эти мемориалы, это куча всяких побед, которые они промотируют, и тут вдруг взять противоположную сторону фашистской Германии, взять систему, попытку, системы рун, ее вставить как-то в символику танков и, ну, даже выстраиваться, как в эти, ну, факельные шествия были фашистские, люди, ну, я считаю, что это просто шизофрения, и она, ну, как сказать, она ничем не подкрепляется, то есть магически, если взять, вот, ну, эцетерически, это не дает им силу, это дает им слабость, потому что, ну, какая сила может быть от английской буквы «З» последней? Ну, тогда, получается, исходя из этого, если мы будем изучать оккультное наследие Третьего Эреха, то мы будем понимать, что у них делается в голове? Нет, я думаю, что нет, мы не будем так думать, и они так не думают, потому что они это не изучают. Вообще, вот это оккультное наследие Третьего Эреха, часть из него еще не рассекречена, но то, что мы знаем, это большой такой пласт, которым занималось огромное количество людей, и, в принципе, вся символика войск, ну, немецких, фашистских, она была подвержена очень сложной системе, которая базировалась, да, на системе РУН, она, ну, базировалась на энергетике каждого рода войск, и, кстати, вот эта буква «З», которую они взяли, это прямо в чистом виде, это четвертая полицейская моторизированная дивизия СС, и, ну, я думаю, они просто это не посмотрели, что именно вот эта буква «З» именно оттуда, но у них просто каша в голове, и эта каша, она не дает логики их действий, то есть вся логика, что там, ну, что будет происходить, все прогнозы, они тут только в сфере психологии и психиатрии самого главного и главнокомандующего Путина, то есть что у него в голове происходит, очень сложно сказать, и мы видим, что это, там, такая шизофрения, которая связана с кучей комплексов, кучей маний и кучей таких навязчивых идей, которые он воплощает, чувствуя за собой такое какое-то величие чего-то, и ведет, ну, к сожалению, огромное количество своих войск на смерть, и вообще эти фантазии, они вот очень плохо закончатся. Хорошо, огромное спасибо вам за интервью.